Павел Ларина Я думаю, многие из вас знают сайт I.M.B.D.E. Это что-то вроде Википедии, посвящённой новым фильмам. На этом сайте всегда можно найти актуальную информацию как об уже вышедших фильмах, так и о тех картинах, которые только находятся в стадии создания. Так вот, на этом сайте, на котором, кстати, ещё до выхода седьмого эпизода были показаны все персонажи, которые появятся в седьмом эпизоде, в разделе, посвящённом эпизоду номер 8, помимо всего прочего, можно увидеть персонажа, которого играет Кристофер Кардос. И что самое интересное, в названии героя указано имя Ньюк Скайуокер. Когда я об этом узнал, я был без сомнения очень взволнован, хотя у меня, да и у многих, с кем я обсудил эту теорию, возникли подозрения. Может быть, это чей-то троллинг, подобный тому, который был с указанием Кайла Катарна на Википедии в разделе, посвящённом спин-оффу из Гой-1. А может быть, это правда. Кстати говоря, о Кристофе Рикардосе. Очень многие англоязычные ютуберы, включая и меня, ведь я тоже англоязычный ютубер в какой-то мере, намекаю на свой канал Тикл Рашингай, ссылка на него в описании и считают, что этот актёр очень сильно похож на молодого Марка Хемила. И да, мы не знаем, что же за персонаж этот самый Ньюк Скайуокер, но когда мы рассуждаем логически, то в голову в первую очередь может прийти сын Люка. В старом каноне его звали Беном, а в новом каноне Беном назвали сына Хана Соло. Вполне возможно, что если сына Люка будут возвращать во вселенную, то ему придумают новое имя, чтобы не повторяться. И мне было бы действительно интересно увидеть возвращение этого персонажа. Когда-нибудь я сделаю о нём видео, но не будем отвлекаться. Кстати, вышеупомянутый Dash Star даже делает предположение, что когда в седьмом эпизоде Хан Соло рассказывал о некоем молодом человеке, который уничтожил Новый Орден Джедаев, может быть он говорил не о своём сыне, а о сыне Люка. Довольно безумная теория. Но Дисней может и не такое придумать. Да, опять вспоминаю о той взбесившей меня концепции того, что мой кристалл из этого меча могут кровоточить. Да уж, диснеевский канон, что с него взять. Кстати, есть ещё один вариант. Я думаю, многие из вас слышали о Лю-Юке Скайуокере, клоне Люка, который был создан Джарусом Кабаотом из руки Люка, которую тот потерял в Облачном Городе. А учитывая, что синий световой меч Люка лежал у мас канаты в замке, нетрудно сделать вывод о том, что вероятно у неё, либо у кого-нибудь другого, была и рука, державшая этот меч. И тут перед режиссёром открывается куча возможностей. Ведь это может быть злой клон, как это было в старом каноне, это может быть добрый клон. Может, он создан с Ноуком, а может быть даже самим Палпатином. В таком случае, если этот клон родился в промежуток между пятым и шестым эпизодом, то на момент действия следующего фильма ему как раз будет около 30 лет. Но чтобы не повторять имена из старого канона, вместо двух букв Ю в его имени, они решили вставить туда букву Н. Кстати, говоря об имени Нюк, наверное, любой человек, игравший в серию игр Fallout, да и вообще, наверное, любой, кто слышал, как звучит название ядерной бомбы по-английски, уже, наверное, подумал, как странно это имя звучит. Нет, ну правда, какой уважающий себя отец назвал бы сына бомбой или ядеркой? Папа, папа, почему ты меня ядрёнышем назвал? Так вот, вполне может быть, что это даже не сын Люка, а самозванец, какой-нибудь наёмник за головами или тёмный джедай, который хочет очернить фамилию Скайуокеров? Ну а может, это действительно сын Люка, который имел другое имя, но после того, как стал взрослым, взял себе кличку Ядрёный? В этом он чем-то похож на Кейда Скайуокера, пра-пра-правнука Люка, но о нём нужно говорить в отдельном видео. Кстати, есть ещё одно вероятное предположение, что имя Нюк является предварительным, и ближе к выпуску фильма оно может измениться. Но если это так, то почему они тогда вообще дали ему фамилию Скайуокеров? Написали бы на сайте, что это безымянный персонаж, а уже ближе к выходу фильма показали бы нам его реальное имя. А возвращаясь к предыдущему предположению, я бы хотел добавить, что может быть, он сменил имя, перейдя на тёмную сторону. Стал ли он рыцарем Рен, или же простым тёмным джедаем, неизвестно, но вполне может оказаться, что это так. Лично мне было бы очень интересно увидеть дуэль между Люком и его сыном. Кстати, дуэль между Люком и Лю-Юком, которую фанаты сделали в Джеди Акедеме на основе книги «Последний приказ» вы сможете увидеть, кликнув на подсказку в правом верхнем углу экрана либо на ссылку в описании. Но опять же, не будем отвлекаться. Ну а напоследок, скажу о самом вероятном предположении. Скорее всего, под псевдонимом «Нюк Скайуокер» может скрываться никто другой, как сам Люк Скайуокер, который появится в воспоминаниях, а имя «Нюк» было написано на сайте только для того, чтобы потроллить фанатов. Друзья, мне было очень приятно делать это видео. Как только я узнал эту новость, я сразу же захотел поделиться с вами, поэтому я буду очень благодарен, если вы поставите лайк, чтобы больше людей смогли увидеть это видео. И напишите, пожалуйста, комментарий по поводу видео. Ну и конечно же, не забудьте проголосовать за самый интересный вариант в моей группе ВК. Доброго тебе дня и большое спасибо за внимание к этому видео. Не забудь также подписаться на мою группу ВК и на мой лайв-канал, ссылки на которые есть в описании. Спасибо за просмотр и да пребудет с тобой сила. Всегда. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok